Рисовать не дано от природы. Программирование надоело. Иностранные языки долго и скучно. Любил я разве что читать, но даже при этом никогда бы не назвал себя эрудированным человеком. Возможно, я был асом в просмотре аниме и гроссмейстером неумелых шуточек в интернете. Плати мне за это деньги, я бы обрадовался, да и заработал неплохо, но вряд ли так просто можно заполнить пустоту в душе. Сегодня очередной типичный день моей типичной жизни типичного неудачника. И именно сегодня мне нужно ехать навстречу институтских товарищей. По правде говоря, совершенно не хотелось. Да и какой смысл, если вместе с ними я отучился всего ничего. Однако меня все же уговорил друг, бывший одногруппник, один из немногих, с кем я поддерживал контакт не только в интернете. Продолжение следует... Вечер, мороз. Остановка и ожидание автобуса. Я никогда не любил зиму. Впрочем, и жаркое лето тоже не моя стихия. Просто не вижу смысла выделять какое-то одно время года. Не столь важно, какая погода на улице, если ты целыми днями сидишь дома. Автобус сегодня задерживался так сильно, что я уже был готов плюнуть на все и потратить последние пару сотен на такси. Совсем не ехать мне почему-то в голову не пришло. В мозгу, как всегда, роились миллионы мыслей, из которых совершенно невозможно выудить хотя бы одну стоящую. Такую, которую можно закончить, привести в порядок, облечь форму идеи и притворить в жизни. Может быть, заняться бизнесом? Но откуда я возьму деньги? Или пойти опять работать в офис? Нет уж. Может, стоит попробовать фриланс? Да что я умею и кому я нужен? Вдруг мне вспомнилось детство. Или скорее юношество. 15-17 лет. Почему именно это время? Не знаю. Наверное, потому что тогда все было проще. Было проще принимать такие сложные сейчас и такие простые тогда решения. Проснувшись с утра, я четко знал, как пройдет мой день. А в выходных ждал с нетерпением. Смогу отдохнуть. Заняться любимыми делами. Компьютер, футбол, встречи с друзьями. А потом, когда наступит новая неделя, вновь примусь за учебу. Ведь раньше не возникало этих мучительных вопросов. Зачем? Кому это надо? Что изменится, если я это сделаю? Или что не изменится? Простой поток жизни. Такой привычный для любого нормального человека. И такой чуждый для меня теперешнего. Время беззаботного детства. Тогда же я и встретил свою первую любовь. Стерлись из памяти ее внешность, характер. Как строчка из профиля в социальной сети осталось лишь имя. Да те чувства, которые захлестывали меня, когда я был с ней. Теплота, нежность, желание забозиться, защитить. Жаль, что это продолжалось так недолго. Сейчас я уже с трудом могу себе представить что-то подобное. Наверное, и хочется познакомиться с девушкой. Только не знаю, как начать диалог. О чем вообще с ней говорить? Чем ее заинтересовать? Да и подходящих девушек я давно не встречал. Хотя где мне их встретить? Звук работающего двигателя вернул меня к лятости. Подъехал авторус. Какой-то он не такой. Мелькнул он. Впрочем, какая разница? Поэтому маршрут уходит только 410. Огни пролетают мимо. Их холодный свет словно зажигает внутри давно погасшие чувства. Или не зажигает, а просто пробуждает. Ведь они уже давно живут вон. То затихает, то просыпаясь. Какая-то очень известная мелодия играла в радиоприемнике водителя. Но я их не слушал. Я смотрел в запотевшее окно автобуса на проезжающей мимо машины. Ведь люди куда-то смешат. Ведь им что-то нужно. И погруженные в свои дела, они не задумываются о вопросах, мучающих меня. Наверное, у них тоже есть свои серьезные проблемы. А может, им живется куда легче. Знать наверняка нельзя, так как все люди разные. Или не разные. Бывает, поступки человека легко предсказуемы. Но, пытаясь заглянуть к нему в душу, видишь лишь непроглядную тьму. Автобус приближался к центру. И мои мысли прервал яркий свет огней большого города. Сотни рекламных выездов. Тысячи машин. Миллионы людей. Я смотрел на это свето-представление, и мне почему-то безумно захотелось. Глаза закрылись всего на полсекунды и... ПОПИШИСЬ на судьбе. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok